Всем привет! Надеюсь, кофе попили, отдохнули. Ребята, как конференция вообще? Нормально. То есть нормально. Круто, наверное. Я, к сожалению, пропустил всю конференцию, только недавно прилетел. И вижу, кто-то подустал, вижу у кого-то поникшие лица. Давайте, ребятки, проснемся и взбодримся вместе. Во-первых, давайте познакомимся. Меня зовут Александр Лайша. Я работаю в компании ИПАМ. На позиции Chief Software Engineer я приехал из Беларуси, из Минска. Ну, также обладаю почетной наградой от Microsoft Azure MVP. И хотел бы сегодня поговорить с вами на следующую тему. Первое, я хотел бы рассказать про опыт, который у меня был в другой компании. Мы работали над IT-проектом на базе класс-сервисов. Мы рассмотрим архитектуру небольшой части функционала и посмотрим, какие есть минусы в этом подходе. Дальше мы познакомимся с Azure Service Fabric, с теми, кто не знаком. Мы совсем чуть-чуть его тронем, так как немного времени есть. И дальше посмотрим, как можно спроецировать предыдущий поход с кау-сервисами на архитектуру сервис-фабрика. И посмотрим, как некоторые из нюансов можно решить с помощью сервис-фабрика. Да, это я рассказал. Про проект. Что за проект был? Около двух лет я был частью крутого проекта, IoT-проекта, где мы разрабатывали следующую штуку. Мы налаживали коммуникацию людей и машин через облако. У нас было, я думаю, некоторые из вас знакомы, что с 96-го года машины поддерживают специальный OBD-порт, который позволяет встраивать туда диагностические устройства, либо какие-то другие адаптеры для сбора телеметрии. У нас было в распоряжении один из адаптеров, который был разработан компанией-партнером. Он подключался в машину, в этот OBD-порт, собирал телеметрию и дальше подключался по Wi-Fi к интернету. И это подключение происходило за счет сим-карты локального провайдера. Дальше происходило подключение по TCP-протоколу с облаком и собранная телеметрия, она отправлялась в облако. Дальше происходил процессинг этой телеметрии и клиенты могли подключиться по TCP-протоколу к облаку для того, чтобы увидеть результаты процессинга этой телеметрии. Либо они также могли подключиться к облаку с целью отправки команд автомобилей. К примеру, применить какую-нибудь конфигурацию, либо прозлочить машину, либо завести ее. И давайте посмотрим, что же под капотом облака. И мы рассмотрим это на небольшом части функционала. Первый из них это отправка телеметрии непосредственно, отслеживание движения автомобиля. Дальше рассмотрим, как мы обрабатывали сигналы тревоги и отправки уведомлений пользователям. И как происходила отправка команд на автомобиль и обработка ответа команды. Сейчас мы рассмотрим небольшую часть архитектуры с использованием клауд-сервиса, то, что мы делали. Как происходила отправка? Изначально девайс коннектился к IT-гейтвей Вокероли, устанавливал TCP-соединения и отправлял определенные пакеты для того, чтобы установить соединения. Эта Вокероли знала о существовании некой SQL-базы данных, в которой есть информация о идентификации. И после успешной проверки запроса на подключение происходило рукопожатие между облаком, этим IT-гейтвей Вокероли и девайсом. После чего, по сути, происходила отправка телеметрии в облако. IT-гейтвей, он, скажем так, был брокером, который в себя принимал телеметрию в суровом формате, и он абстрагировал процессинг телеметрии от девайс-специфик информации. То есть он принимал, к примеру, в байтах, либо еще чего-то, неважно, в разные форматы он будет приходить. И дальше формировал JSON-данные в формате, понятно, нашей системы, и отправлял эту трансформированную телеметрию уже в входящий в Event Hub, который служит, целью которого входит принять сообщение входящей из машины, и дальше у нас стоял телеметрии ресивер Вокероль, целью которого была принять данные JSON-а, и каждый пакет телеметрии, он содержал в себе, скажем так, девайс ID, по которому мы могли понять, от какого девайса приходит информация. И дальше мы поднимали информацию о девайсе из RedisCash, и, по сути, таким образом информация доходила до процессингового центра. Этот телеметрии ресивер Вокероль – это, по сути, компонент, который содержал в себе всю логику по обработке телеметрии. Я вот заострю на этом внимание. То есть все, что нам надо было делать, телеметрия, все находилось в рамках этого компонента. Дальше, к примеру, мы рассмотрели, как происходит установление соединения с облаком, и как происходит отправка телеметрии. Дальше, на основе вот этого понимания, мы можем рассмотреть уже, что дальше может происходить с этой телеметрией. К примеру, один из функционалов – это отслеживание движения автомобиля. Пользователь может нажать кнопочку у себя на мобиле, либо на портале, и в итоге он будет отслеживать движение своего автомобиля, либо просто трекать координаты, по которым машина двигалась. При получении определенного типа телеметрии, которая содержит текущие координаты машины, происходит сохранение этих координат в Azure Table Storage. И далее, для того, чтобы настроить реал-тайм передвижение автомобиля, мы использовали сигналар. Я думаю, многие из вас, кто-нибудь знаком с проблемой использования сигналар, когда у нас есть несколько инстанций, например, Вокероли, либо фермы. Ну, то есть, да, мы как бы это решали с помощью бэкплейна, построенного на основе сервис баса, и в итоге телеметрии рейсера после сохранения данных в Table Storage формировал Broker Message пакет, который обставлялся в сервис бас, и дальше происходило уже бродкастинг на определенные сабскрайберы текущих координат. И дальше веб-портал, либо REST API, что является веб-ролью, она могла эти данные, по сути, отдавать клиенту. Также, если, к примеру, пользователь находится в офлайне, либо он просмотрел, ну, подследил движение своего автомобиля, он может просмотреть историю движения своего автомобиля за последние 24 часа, что является по умолчанию, когда он ходит на портал, либо на мобильное приложение, либо по определенному фильтру, по кастомному. Дальше, один из бизнес-кейсов, может возникнуть ситуация, к примеру, когда в машине там масло заканчивается, либо там топлива мало. В таких ситуациях автомобиль может формировать определенный тип телеметрии, который также мы обрабатывали, принимали телеметрии, ресивировали кероли, сохраняли эти сигналы тревоги в Table Storage. И дальше нам надо было уметь уведомлять пользователя по e-mail, либо по SMS, либо с помощью пуш-нотификации о каких-то сигналах тревоги, то есть диагностических, к примеру, проблемах. Для этого мы использовали walker-roll в связке с Azure Service Bus Topic. Кто-нибудь работал со всем этим? Service Bus, walker-roll, круто. Для чего использовали service bus топики? Была определенная входящая виртуальная IQ, в которую мы в телеметрии сирии формировали Broker Message. И этот Broker Message содержал в себе фильтры, на основе которого дальше Service Bus перенаправлял это сообщение в определенные сабскрипшены, что по сути тоже как бы виртуальные IQ в рамках Service Bus. И далее эти сабскрипшены строились по типу уведомлений, которые надо отправить. К примеру, SMS, e-mail, пуш-нотификации. И по сути, notification-gen walker-roll внутри себя содержала реализацию определенных классов, что по сути является хендлерами, которые подписывались на сабскрипшены и дальше при принятии сообщения делали необходимую отправку в нотификацию, к примеру, SMS либо e-mail. Но перед этим происходило считывание настроек нотификации из RedisCash. И уже после этого происходила отправка. Мы, к примеру, филю использовали для SMS, SendGrid для e-mail и, извините, notification-hub для пуш-нотификации. И далее пользователь, конечно же, может просмотреть историю нотификации. Опять же, у него по дефолту 10 последних может отображаться, либо настройки, либо в зависимости от конфигурации. Либо он может просмотреть список по определенному фильтру, как и в предыдущем варианте. И последний из функционалов – это отправка команд на автомобиль. Как она происходила? Клиент, опять же, подключается по HTTP, отправляет определенный JSON, веб-портал, либо RESTful API, принимает эту команду. Далее, чего происходит, интересно. Он формирует Tracking ID, то есть, к примеру, GUID какой-то, да, и создает объект статуса выполнения команды, либо процесса выполнения команды. И этот уникальный модификатор этого объекта, он равен Tracking ID, и у него также есть статус. То есть, к примеру, сразу мы вставляем в InProgress, и после этого мы отправляем определенный формат JSON вместе с Tracking ID уже в Event Hub для исходящих сообщений. После этого Tracking ID возвращается клиенту, и клиент может использовать Tracking ID для того, чтобы пулить веб-портал, либо RESTful API, для того, чтобы узнать статус выполнения команды. Например, там она зафейлилась, либо закончила свое выполнение и так далее. Тут важно отметить, что использовались разные Event Hub для входящих и исходящих команд, для того, чтобы иметь возможность независимо друг от друга масштабировать пропускную способность этих каналов, то есть Event Hub. И дальше, опять же, эта информация уходила в IT Gateway, который подгружал информацию о подключенном девайсе, и если подключение было сделано, дальше уходит определенный пакет на девайс, что по сути является некой командой. И важно заметить, что во всем этот workflow передается Tracking ID. Вопрос, почему? Почему? Кто знает? Либо предполагает. Смотрите, результат, получите респонс. Да. Правильно. В общем, девайс поддерживал с каждой отправкой команд, мы могли отправлять коррелочный ID, который дали, девайс будет отправлять в ответ вместе с результатами выполнения команды. И это все уходило на IT Gateway, и опять же, аутентификация, все дела формируются, так как это у нас исходящая телеметрия из девайса, что является по сути собой какой-то телеметрией, которая уходит из девайса, мы отправляли это сообщение уже в Event Hub для входящих сообщений. Опять же, Tracking ID везде передается, и когда телеметрия ресивер Worker Roll получает эту телеметрию, он достает сначала информацию девайса, и на основе Tracking ID мы можем поднимать уже объект со статусом команды и, соответственно, обновлять статус выполнения команды. Если посмотреть сверху на это дело, то инфраструктура, опять же, это маленький кусочек всего проекта. Сегодня могу показать. Вот. Стоялось клауд-сервисов, Worker Roll, Web Roll, Worker Roll для хостинга на ТК Шинаджана, IT Gateway, телеметрия ресивер, Web Roll портала, API, дальше определенная инфраструктура сторожей, SQL Azure, Table Storage, Redis, и месседжинг платформы, сервис баз и Event Hub. Вот. И вопрос может возникнуть, окей, вроде бы, да, кто-то знает, что это не то, да? Вот вопрос, а от чего как бы там не так может быть? А что делали, когда недоступен был девайс на машине? Недоступен девайс на машине? Да, вот, например, была команда, а связи нет. Ну, во-первых, если что-то недоступно, то, как бы, был ретрай, внутренняя буферизация на уровне телеметрии ресивера этих сообщений, он пробовал периодически отослать, если после определенного количества ретрайей ничего не было, то он, соответственно, отвечал с определенным статусом выполнения команды, что, как бы, девайс недоступен. И клиент это мог увидеть, что не подключен девайс, либо еще что-то. Вот. Ну, а какие недостатки все-таки вы успели, может быть, заметить, либо, либо какие-нибудь дополнения, что можно было бы улучшить в этой архитектуре? Ну, активнее. Ну, можно было отправить SMS-ку, да, если девайс был до недоступного, например, отключался, туда обрывалось все присоединения, можно было отправить SMS-ку на GTV, на SMS-ный, чтобы он данными проинициировал коннекшн. Да, да, да. Я не совсем понял, на самом деле. Имеется в виду, что если мы не получились отправить нотификацию какую-то, да? Попытка отправить команду, да, на автомобиль, а CP-соединение уже оборвано. Да. По факту уже автомобиль, да, инициатором коннешно являлся. Да. Так вот, можно было бы на GTV, смс, ну, сим, как бы, оператор, отправить SMS-ку о том, что, типа, выйди на связь, да? А, нет, ну, это, как бы, типа, фича, да? Ну, типа, да. Но, как бы, я говорю про архитектуру. Связываясь с темой доклада, наверное, это связано как-то с деплоем, версионированием, поддержкой. Окей, давайте поговорим, какие недостатки. Ну, на самом деле, как бы, проект хорошо работал, но мы в процессе эволюции проекта заметили определенные недостатки. Первый из них, это, как я уже упоминал, телеметрий-ресивер, это такой компонент, который знает все, как обработать телеметрию, то есть все типы телеметрии, что в итоге приводит нас к тому, что у нас был большой компонент, который, по сути, является большим монолитом. И к чему это приводит больше, ну, первое, это много кода, да, то есть код, ну, не всегда получается сделать клин-кодом, в зависимости, ну, от определенных причин, которые связаны с бизнесом, либо с людьми, которые работают на проекте и так далее, и процессах. Вот, другой момент, это то, что, ну, как бы, порог вхождения нового человека дольше, плюс, дальше нам надо было исследовать каждую веб-рокер-роль, веб-рокер-роль, либо веб-роль на правила для автомасштабирования. Так, то есть мы, если добавляется какой-то новый функционал, к примеру, в телеметрии ресивер, который, к примеру, может за эффекты то, что нам надо много оперативки, а у нас уже было настроено автомасштабирование на определенные правила, то нам надо опять делать резерч, делать нагрузочное тестирование, смотреть метрики и думать, как это дело автомасштабировать в зависимости от определенных условий. Также мы не могли масштабировать каждый функционал отдельно друг от друга, так это было все в одном, как бы, большом монолите, правильно? То есть, к примеру, у нас какой-то из хендлеров для обработки телеметрии, ему надо много оперативки, а другому мало, ну, мало CPU, там, либо еще что-то, можем прийти к тому, что какой-то из функционалов может нагрузить систему таким образом, что для другого функционала обработки телеметрии может не хватать просто физических ресурсов. Также такой момент, что если мы где-то произойдет какая-то ошибка, fatal exception какой-то, который придет к тому, что процесс отвалится, то у нас, получается, это заэффектует весь, ну, инстанс обработки телеметрии, что тоже, как бы, не очень будет. Также, я думаю, многие знакомы с тем, что клауд-сервисы, они сами по себе медленны при создании новых инстансов и, соответственно, это влияет на автомасштабирование. То есть, если у нас пошла резкая нагрузка, то бизнесу, как бы, надо больше времени на то, чтобы адаптироваться под эту нагрузку. И тут, как бы, ну, либо жить с этим, либо реализовывать свои стратегии шотлинга в зависимости от бизнес-планов и так далее, вот что, соответственно, как бы, тоже влияет на денежку, на эфорты и на дополнительный код, который надо поддерживать. Ну, плюс из-за этого медленный деплоймент, про состояние вычислительных мощностей, то есть, возможно, мы добавили больше инстансов, у нас, к примеру, оперативка и CPU не так сильно нагружались, мы в итоге добавили новых инстансов для того, чтобы расширить канал пропускной по сети, и у нас, как бы, мы заплатили деньги также еще за оперативку и за CPU, а оно простаивает, и мы это неэффективно используем. Такой момент тоже возможен. Вот, плюс, как бы, мы использовали Redis, это, как бы, круто, но стоит денег, но, опять же, как бы, оно оправдано, но, опять же, остается такая штука, что, когда мы сняли с базы данных, либо с Azure Redis, это все идет передача данных по ньютворку, да, то есть, латентность, проблема, ну, не проблема, определенная задержка по латентности, она остается. И, также, мы заметили, что, на, к примеру, когда пользователь в оффлайне хочет посмотреть, там, алерт, это сигнал тревоги, либо, там, просмотр своих координат, это все, много запросов может инициироваться на чтение данных из сторожа, и, также, на каждой телеметрию мы делаем много инсертов, что, в итоге, тоже может нагрузить определенным образом сторож. Вот, вот такие недостатки мы выявили, вот, и мы начали думать, чего можно с этим делать, у нас, скажем так, дошло до такого этапа, когда мы начали пересматривать архитектуру и думать, что, наверное, тот момент, когда должна, ну, должна начаться какая-то эволюция. Код у нас не был структуризирован прям, вот, супер, потому что разработка началась давно, и какой-то из кодов он уже пришел, ну, был легося, да, даже, там, статические менеджеры были, которые, там, никак не разбить, не заинжекать и так далее, вот, но мы пришли к тому, что мы уже достаточно знаем о бизнесе проекта, и мы, в принципе, можем начинать потихонечку дробить систему на определенные бизнес-контексты. Вот, и, в принципе, мы начали от спринта к спринту к этому идти, и начали задумываться о том, что, в принципе, у нас там может вырисоваться микросервисная архитектура, если мы будем так разбивать. Знакомы с микросервисной архитектурой? Вроде бы сегодня рассказывали. Вот, и мы вот пришли к этому, что у нас, в принципе, такая ситуация, что мы можем начинать эволюцинировать какие-то части системы от монолита к микросервисам. Ну и, конечно же, начали задумываться, какую платформу использовать и так далее. И мы реализовали ряд POC для того, чтобы подтвердить наши предположения, которые отработали. Но, к сожалению, на этом наше эволюционирование закончилось в плане сервис-фабрика. Но, тем не менее, я хочу рассказать, как можно это сделать, чтобы показал предыдущую архитектуру на сервис-фабрике, какие преимущества мы в итоге получим. Вот. Все видели, наверное, эту картинку? Наверное, уже мозолит глаза, наверное, устали все от нее. Кто-нибудь знаком с сервис-фабриком? Ага. Окей. Ну, пару слов. Большая платформа, которая облегчает, скажем так, хостинг приложений, построенных на основе микросервисной архитектуры. Мы можем использовать различные программные модели, о которых я чуть позже поясню. И сверху этой платформы также есть оркестратор, который нам позволяет менеджить хостинг наших микросервисов и балансировку по разным виртуальным машинам в рамках кластера, о которых я расскажу. Микросервисы могут быть стейтлес, стейтфул. Если они у нас стейтфул, то поддерживается партишенинг этих данных по кластеру. Версионирование можно настраивать, роллбэки. Если какой-то из микросервисов упал, происходит автоматическое проецирование, оживление, скажем так. Вот это все вкратце делает сервис фабрик, чтобы вы понимали. И также мы можем это хостить на Azure. И на частном облаке, либо в облаке провайдера в данный момент, насколько я помню, в Windows сервере все это в превью, в паблик превью. А для Linux это еще в private превью. Но я не трогал Windows сервера Linux, но по отзывам я читал, что на Windows сервере уже такая достаточно полноценная почти копия получается того, что мы в Azure можем захостить. То есть это как бы такие перспективы, куда это пойдет. Если отойти от этого маркетингового слайда и посмотреть чуть-чуть с другой стороны, с стороны технической, то вот у нас первый клауд сервис. То есть у нас мы создавали отдельные роли на API, на хостинг веб-апа, какого-то бэграунд-апа, это воки роли и так далее. Если посмотреть на сервис фабрик, как там все это хостится, у нас есть какой-то кластер, который состоит из набора виртуальных машин. Также могут быть указаны типы виртуальных машин. Если мы говорим об Azure, то типы виртуальных машин проецируются на VM-скаллсет, что позволяет автоматически масштабировать определенные типы виртуальных машин. И в итоге все вот эти вот бэграунд-апы, API, веб-апы, они проецируются автоматом на все ноды кластера сервис-фабрика. Можем настраивать, сколько инстансов нам надо хостить, можем настраивать партишник и так далее. И самая главная штука в том, что кластер в итоге сам все менеджер для нас. То есть если он сам определит размер, к примеру, VM-а и увидит, что какой-то из сервисов начинает много кушать ресурсов, он ресурс-менеджер, компонент внутренней сервис-фабрика, может прийти к решению к такому, что нам надо этот сервис взять и переместить на более разгруженную виртуальную машину. И все это делается автоматом. И если говорить про модели программирования, то первое это Reliable Service API. Слышал кто-нибудь, нет? Вот. По сути, высокоуровневая программная модель, но над вот этой всей инфраструктурой, которую предоставляет сервис-фабрик. И, по сути, это программная модель, которая нам и позволяет разрабатывать микросервисы. То есть, а кто-нибудь задумался о микросервисе против СОА, в чем различие? Вот у меня, к примеру, это в голове вечно крутится. Кто-то задумался, нет? Ну, ладно. Ну, потом можем поговорить в оффлайне. Интересный топик. Монолитные сервисы. Вот. И в итоге мы можем делать стейтлесс, стейтфул микросервисы. Эти микросервисы, они будут определять за определенный бизнес-контекст нашего приложения и выполнять только какие-то определенные задачи, которые необходимо сделать для конкретного бизнес-контекста. Дальше другая модель – это Reliable Actors. Кто-то знаком с Actors-моделью? Окей. Кто-нибудь работал с D-com, Distributed Com-компоненты? Ну, больше после. Типа, прямой, как-нибудь. Окей. Попробую провести проекцию. То есть, в итоге… ОП, наверное, все знают, да? Мало ли. Вот. Ну, в итоге, что такое Actors? Это, по сути, программирование объектами. То есть, объектно-ориативным программированием. Каждый объект… Ну, если взять пример, то, к примеру, пользователь – это какой-то объект системы. Либо кастомер, либо просто игрок в какой-то игре. Такой-то объект, один игрок – это какой-то объект, который выполняет какие-то действия. И в итоге сервис-фабрика, вообще модель Actors, она, скажем так, как это правильно сформулировать, настроена на то, что вот эти объекты, они будут распределены по всему кластеру, по всем вычислительным ресурсам, которые нам доступны. И таким образом мы переходим к модели распределенных объектов по всей системе, которые выполняют только одно какое-то действие. И если раньше нам надо было, к примеру, обработать… У нас, к примеру, есть там микросервис по работе с юзерами, и у нас входящие реквесты нам надо обрабатывать, самим управлять многопоточностью для того, чтобы в параллели это все дело обрабатывать. Вот, то тут нам этого делать не надо в рамках сервис-фабрика, мы просто создаем какой-то объект, и сервис-фабрик, объект на каждый инстанс, например, на каждого кастомера с какой-то определенной ID-шкой создает распределенный объект и распределяет просто как муравьи, распределяет по всем вычислительным ресурсам это дело. И таким образом мы приходим к тому, что это очень мощная модель программирования для высокопараллельных вычислений. Либо в ситуациях, когда нам надо делать какой-то функционал, который может выполняться друг от друга независимо, и нам надо высокие масштабирования и по максимуму уплотнить свои ресурсы. То и краски тоже подходит, потому что мы можем создавать свои объекты, и сервис-фабрик их просто раскидает по всем ресурсам физическим, которые нам доступны. Опять же, могут быть стейтлес и стейтфолл эти экторы. И другая модель это просто какие-то исполняемые программные файлы запускать в фабрике, но JS, Java и так далее, но сегодня не об этом. И вот после того, как мы чуть-чуть углубились в сервис-фабрике, надеюсь, этого будет достаточно для того, чтобы продолжить дальше и рассказать, как мы в итоге можем сделать все с помощью сервис-фабрика. Опять же, у нас есть девайс, который отправляет телеметрию на IT-Gateway. В данном случае это уже стейтфолл-сервис. Он не работает с базой данных, он внутри себя кэширует информацию по аутентификации в Reliable Dictionary. Это один из подходов, как можно данные хранить в стейтфолл-сервисах. И как это все работает внутри, кэш распределяется на распределенный кэш, который проецируется, реплицируется на другие реплики виртуальных машин, которые находятся в фабрике. И нам для того, чтобы запросить эти данные, нам не надо лезть куда-то в Redis, либо в базу данных. Они висят все время в оперативке. Если вдруг у нас на микросервис, либо там эктор поднимается, у нас на достояние, он сначала подбудится в оперативку, и потом в асифронном режиме будет реплицировать на secondary node, скажем так. Таким образом, мы тут ушли от SQL Azure, и дальше остается тот же Event Message Hub. И дальше запросы приходят на Telemetry Receiver, тот же компонент, но теперь его задача другая. Это стейтл-сервис, который служит брокером, который делает вычетку всех сообщений. И как я упоминал, в телеметрии находится, вернее в пакетах, которые приходятся на Telemetry Receiver, есть Device ID. Он в итоге определяет, от какого в девайсе пришел запрос, и создает уже Device Actor. Тут мы уже приходим к использованию Actor-модели, где мы полностью проводим грань между... То есть у нас один девайс, это один Actor, и они друг от друга независимо работают. У нас нет пересечений между ними, нам не надо синхронизировать состояние между ними, делать какие-то локи и так далее. Они работают сами себе, и сервис фабрики их может просто масштабировать, как нам угодно. И также это является стейтфул-эктором. И нам не надо использовать Тутредис, потому что мы можем хранить состояние своего объекта, своего Эктора, внутри же своего объекта. И все это будет висеть в оперативке, и, соответственно, тоже определенные плюсы отсюда приходят. Дальше Device Actor, он не содержит в себе всю логику по обработке телеметрии. Его задача в том, чтобы принять запрос, достать какие-то данные из кэша, которые необходимы для обработки телеметрии, относящихся к девайсу. И дальше он перенаправляет этот реквест на Эктор, который уже ответственен за обработку определенного типа телеметрии. К примеру, в случае отслеживания движения автомобиля у нас есть Device Trip Actor, который знает, как обработать эту телеметрию. И он опять же является стейтфул, и входящая телеметрия, она пачками сохраняется в кэше, и дальше в бэкграунде. Вся эта информация пачками сохраняется в Table Storage. То есть мы как бы используем бачи, а вот в чате паттерна приходим к чанке паттерну, и таким образом чуть-чуть разгружаем Storage. И также он внутри себя кэширует координаты за последние 24 часа. Я сейчас позже скажу для чего. Дальше у нас та же схема с сигналаром. И далее, когда пользователю надо посмотреть координаты за последние 24 часа, он не идет в Table Storage. Он идет к Device Trip Actor и говорит, слушай, скажи, что ты там обрабатывал за последние сутки, и он прямо из кэша сразу же отдает. А это как бы кейс, который очень часто используется пользователям, когда они заходят на портал, либо на мобил, у них это по дефолту, этот экран показывает. То есть мы как бы увеличиваем перфоманс этой штуки. И дальше, если надо больше данных, тогда уже идем в Table Storage. Что-то, по сути, мы разделяем данные на горячие и на холодные данные. Такая же штука с сигналами тревоги. Девайс-эктор получает телеметрию, понимает, кому надо ее перенаправить, отправляет девайс-алерт-эктор. И сохраняет, опять же, сигнал тревоги в Table Storage. И кэширует, опять же, как в предыдущем примере, кэширует горячие данные. Тут мы ушли с Notification, ушли от использования, вернее, можно уйти от использования сервис-баса. Каким образом? Мы можем сделать в Notification Engine, это сейчас Stateful Service, внутри которого мы можем создавать внутренние кюшки, которые будут храниться в оперативной памяти этого Stateful Service. И при получении запроса на отправку телеметрии, он эти запросы просто в кюшку уложит и дальше в Background делает рассылку. То есть нам не надо какие-то сторонние сервисы для того, чтобы обеспечивать гарантированность доставки и определенную отказоустойчивость. Мы можем это делать в рамках Notification Engine. И, опять же, если вдруг этот Stateful Service упадет, единственное, снова поднимется, и все данные опять в память в оперативку поднимутся, и мы будем счастливы. И дальше такая же схема с отправкой уже в Notification системы. И, опять же, такая же ситуация, как в прошлый раз, когда мы на горячие данные берем их от Эктора, который знает о них, это, скажем так, состояние Эктора, и надо больше, идем уже в Table Storage. И в отправке команд тоже мы пришли к тому, что можно использовать Экторы. Как и в предыдущем случае идет отправка по степи запросу команд. И дальше у нас появился новый тип Экторов, Device Command Экторы, которые, опять же, служат для того, чтобы внутри себя хранить коллекцию отправленных команд для определенного Девайса. То есть у нас, к примеру, мы отправили 50 команд на одну машину, там что-то там с коннекшеном, что-то не так, а этот Эктор, он внутри себя для Девайса, для одного Девайса буферизирует эти команды и пробует их обработать последовательно. Еще одна важная штука, про которую я забыл сказать, что Экторы, они сами по себе не являются синглтонами. То есть мы, к примеру, от какого-то Эктора 1 в Эктор 2 отправляем какой-то запрос, и Эктор 2, он все запросы будет буферизовать в оперативной памяти в Q-шке и постепенно их один за одним обрабатывать. И это очень хороший кейс для нашего случая, потому что вся входящая телеметрия, она должна обрабатываться последовательно. И нам не надо, опять же, писать код для обработки этого всего, так? Потому что это уже встроено в сервис-фабрик, в Эктор-модель, они синглтонные и постепенно будут все разруливать. Конечно, есть вероятность того, что если вдруг резко упадет инстанс и вот эта внутренняя Q-шка для входящих команд на Эктор, она упадет, есть такой риск, но, опять же, это можно обрабатывать определенными способами. Вот. Ну, далее, то есть мы получили команду, создали девайс-коммод Эктор, если он не был создан, если создан, просто перенаправили ему запрос. Важная штука, что нам не надо самим создавать, мы просто обращаемся к Эктор-прокси, определенный класс в SDK. И Эктор-прокси сам понимает, во-первых, создан Эктор, либо нет. Если создан, то он понимает, на какую из нот кластера отправить запрос, где находится захоченный Эктор. То есть, опять же, удобство. Вот. То есть, сервис-фабрик также помогает нам решить проблемы сервис-дискавери. Вот. И далее, как в предыдущем случае, формируется трекинг-ид, отправляется клиенту, уходит все от камин, месседж-хаб. И дальше гейтвей, который является статус-сервисом, принимает это, берет состояние девайса и отправляет уже команду на девайс. И команда обработалась, либо зафейлилась, приходит ответ на IT-гейтвей, все дальше, как и было. И тут уже телеметрий-ресивер, он когда получает ответ на команду, что по сути является входящей телеметрией, он опять же определяет тип телеметрии, перенаправляет девайс-эктору, вернее, не тип телеметрии, а айдишку девайса, перенаправляет девайс-эктору, и девайс-эктор уже понимает, какому девайс-коммад-эктору надо перенаправить запрос, для того, чтобы произошло обновление состояния команды и дальше был процессинг. Вот. Если посмотреть на инфраструктуру сверху, то два типа ноды веб-портала REST4 API на типа нод, так как они требуют в большинстве случаев определенный тип ресурсов, таких как сети пропущенноспособны, но в другом случае надо больше оперативки и CPU, поэтому мы выделили другой тип нод, и мы можем их автоматически друг от друга независимо скелить. Сториджи, месседжинг чуть-чуть тут упростилось, кое-что ушло, и это мы сейчас подсуммируем, что в итоге улучшилось. Ну, во-первых, монолита больше нет, так, то есть вот этот компонент, телеметрии и север, он теперь полностью раздроблен на определенные куски функционала, которые отвечают только за свою, ну, имеют свою responsibility. Мы в итоге можем версионировать это, поддерживаться в фабрике, быстрый деплоймент, так как все это происходит очень быстро на лету, и так как монолита больше нет, мы можем независимо друг от друга различные куски функционала масштабироваться, за счет того, что сервис фабрик сам понимает, занимается управлением вычислительных мощностей и хостингом этих вот сервисов и векторов, то в итоге мы уплотняем использование наших физических ресурсов, и тем самым можем прийти к тому, что мы экономим в деньгах на хостинг. Вот это, по сути, я про это сейчас рассказал. Вот, и также мы ушли от Azure Redis, от Azure Redis, в нашем конкретном случае, его использование, оно сохранили, ну, небольшие объемы данных мы там хранили, вот, поэтому мы можем спокойно от него уйти и начать использовать Stateful Services, уменьшить нагрузку на Storage в случае с кэшированием горячих данных и с прекэшированием данных, которые должны быть сохранены пачечками, вот, это, конечно же, приводит к определенной, к веншал консистенции, но это чуть другая тема, и тем самым увеличили производительность вот этой вот нашей системы. Это мы делали в определенной эпохе, повторюсь, мы, ну, по определенным причинам определенные работы перестановились, мы не смогли все это воплотить в реальность, вот, ну, вот так вот оно выглядело, и в заключении я хотел бы посоветовать пару ресурсов интересных, ну, конечно, там, МСДН сидела, там, документация по сервисфабрику, и книга есть в программе Microsoft Azure Service Fabric. Она пока в приордере, доступна, в паблик вроде бы не вышла, но ее можно качать и читать, и углубляться, там более структуризированная информация представлена. Паттерны, антипаттерны при использовании сервиса фабрика, и попсап, модель для коммуникации Reliable Actors. Я забыл упомянуть одну важную штуку, это коммуникация между микросервисами в сервисфабрике, коммуникация между Reliable Actors. В случае с Reliable сервисами мы можем, на самом деле, использовать самые различные протоколы для коммуникации. Надо нам HTTP, мы можем использовать HTTP, надо нам TCP, окей, надо другие, без проблем. А в случае с экторами тут ситуация другая, тут используется только RPC, вот, и мы, соответственно, как бы работаем с экторами по паттерну request-response. Это может привести к определенным проблемам, в зависимости от того, как использовать эту программную модель. Вот. Проблема в следующем. Так как у нас Reliable сервис – это синглтоны, так, то у нас, предположим, нагрузка пошла тысячу реквестов на этот эктор. Предположим, мы неправильно чуть разбили систему на эктора, да. И дальше этот эктор еще работает с другим эктором, с другим, с другим, такая цепочка, и в итоге эктор 1 отправляет, перенаправляет запрос на эктор 2, тот делает процессинг, а пока он не ответит, эктор 1 не может дальше продолжить сообщение обрабатывать. Вот такая вот может получиться блокировочка, вот. И есть PubSub-модель для Reliable Экторов, не от Microsoft, ребята из комьюнити написали эту модель, я ее не использовал, но копал source-код. Прикольно. Нашел там один минус, ребятам писал, вроде пофиксили. Вот. Так что это можно тоже попробовать. В случае с поддержкой от Microsoft этой модели, тут вопрос, я писал, они говорят, вроде планируют сейчас встроить нативную поддержку PubSub-а в Reliable сервисы, по поводу экторов пока умалчивают. Вот. И в окончании доклада, что я хотел бы сказать. Сервис-фабрик прикольный. И микросервисы вот это вот модное, это все круто и работает в определенных сценариях. Не надо это воспринимать как серебряное поле от всего. К примеру, в случае, если нам надо сделать простое приложение, которое там рассчитано на небольшую нагрузку, оно не содержит много безуслойки, нам тут микросервисы не надо, потому что не только... Во-первых, при программировании микросервисов усложняется разработка, определенная ситуация возникает, которую надо уметь хендлить. Тут, соответственно, надо экспириенс-люди, это первое. Второе, это уорхед на разработку, и, соответственно, как бы выливается на деньги, и на... может вылиться на продолжительность разработки. Поэтому, сразу понять, что надо использовать микросервисы, это, наверное, возможно в том случае, если перед стартом проекта можно сесть с продуктованером, либо с заказчиками, разобрать весь проект, полностью понять этот бизнес, понять, что он решает и понять, куда он как может расширяться. Только в этом случае мы можем более безопасно выделить бизнес-контекст и начинать вокруг этого выстраивать микросервисную архитектуру в виде в этом плюсы, которые будут в будущем. Это возможно, на практике у вас снова происходит эволюция от монолитного... Когда люди сталкиваются с какой-то проблемой, тогда они уже начинают задумываться. Вот я на Девконе познакомился с парнем, Пицца Дода вроде бы этот проект называется. Слышали про такое? Вот они столкнулись с проблемой с монолитом и так далее. Сейчас вот они пытаются, вернее не пытаются, а начали уже миграцию на микросервисе. Вот тоже сейчас рассматривают, что используют, и так далее. Вот мы много говорили, вот этот фабрик, вроде бы он к ним подходит. Поэтому как такая черта под этим, везде это не используешь, надо понимать, когда и для чего, чтобы не словить сложности. Ну, конечно же, надо читать побольше, подписать кода, теория круто, но надо ручками попробовать, когда ручками попробуем, косяки вылазят определенные, которые надо учитывать. Вот, ну, можно, конечно же, понять, подойдет, либо не подойдет. Вот, ну и давайте общаться, вот, вы как бы можете мне сейчас пообщаемся, можете написать на e-mail, на Twitter, если мы не успеем в оффлайне поговорить, вот, ну и также сейчас открыт для вопросов, можем сейчас пообщаться, вопросы, что-нибудь. Есть такой вопрос, насколько просто отлаживать эту систему, там, сервис фабрик, когда у вас, допустим, сотня, там, сервисов, актеров и прочих этих вещей. Ну, не просто. Есть первая штука, что такое микросервисы, да, это, опять же, распределенная система, так, но тут просто сами сервисы по сравнению с СОА, если мы говорим о СОА, да, то тут сервисами строятся вокруг некого enterprise решения, и мы дальше можем разные бизнесы коннектировать друг с другом, и там очень много месседж-бас, чего решает, может трансформировать внутри одни сообщения в другие форматы и так далее, и так далее. В случае микросервиса, у нас сервис СОА может быть построен с использованием микросервиса, в рамках которого весь бизнес будет разбит на микросервисы, и вот этот отдельный компонент, он может сам по себе склеиться по-другому, да, это первый момент, второй момент, что когда нам надо продебажить, когда у нас распределенная система, неважно, СОА, либо микросервисы, да, нам надо уметь понять, что у нас, первое, есть какая-то бизнес-транзакция, там, сделать платеж какой-то, да, и этот платеж проходит через разные подсистемы, которые уходятся в разных местах. Если когда возникла проблема, нам надо проследить вот эту цепочку, что происходило, поэтому тут надо в архитектурах передачу correlation ID, либо activity ID для логов. Это должно быть спрятано глубоко в архитектуре, чтобы, ну, программист ничего об этом не знал, да, но в итоге все логи, они привязаны к входящей в бизнес-транзакции. Если что-то случается, мы можем дальше сверху поставить аналитик тулзений, который, и настроить определенный репортинг, и дальше просматривать, у нас в рамках бизнес-операции какой-то свалилось что-то, да, и вот ее ID-шка, к примеру, да, и мы по этой ID-шке подостаем логи из разных почт-систем и прослежим эту цепочку, и можем в каждой цепочке посмотреть, что-то было, и вот таким образом посмотреть. Поэтому, да, сложность увеличивается, поэтому, я говорю, надо понимать, когда что использовать. Еще вопрос был касательно актора. В данном случае речь идет об акторах как о какой-то конкретной реализации на дотнете, или это просто обертка вокруг какого-то процесса? меня вот больше всего интересуют акторы, если мы говорим в контексте, например, АКО-фреймворк, да, как они забудут, вот, ну, как бы, по сути, это будет просто какой-то отдельный актор АКО, да, подниматься внутри микросервисов, и есть ли там вообще какая-то прослойка между этим, и как оно связано, скажем. Релайбл-сервисы, они, это процесс, который определяет какой-то, реагирует на какие-то элементы определяет, решает определенные задачи. Экторы, есть только понятие Эктор-сервис, это процесс, в рамках которого уже создаются экторы. Этот процесс может быть создан на разных виртуальных машинах, либо нодах кластера, да, мы можем настраивать, как на что-то дело масштабировать, вот эти вот объектики в рамках процесса, они уже принимают какой-то запрос и это обрабатывают. В случае, если проводить параллели с АКО, я не знаю, как там охотятся экторы, как отдельный процесс, либо, опять же, объекты, но они в рамках процесса, да, соответственно, модель такая же, но тут важная штука, если я не ошибаюсь, в АКО идет асинхронное, вернее, асинхронное, а паб-саб-модель при коммуникации между экторами, то есть, event-driven подход. Эктор что-то сделал, кинул ивент и дальше работает, он не ждет респонс. Вот это то, о чем я говорил, что посмотреть паб-саб-модель реализацию от комьюнити, потому что в случае сервис-фабриком на данный момент коммуникация идет использует, но мы можем реализовать find-forget паттерн для коммуникации. К примеру, мы в порт-пси отправляем запрос и просто эту таску не слушаем дальше и дальше работаем, да, а уже другой эктор принимает запрос, может положить у себя какую-то кюшку для входящих запросов и бэкграундом их тоже разруливать. Можно вот так вот делать. Вот такая ренция есть. Вы говорили, что объекты, там, девайсы, сохраняются в Reliable Dictionary или Collection, не слишком ли много объектов в планике хранится? Ну, начну с того, что Reliable Ector, они построены на основе программной модели Reliable Service. Мы используем, на самом деле, определенный класс, там, не помню, как называется, для того, чтобы определить состояние эктора, да. Внутри всей инфраструктуры это состояние, оно реплицируется в Reliable Dictionary, именно в программную модель Reliable Service. В плане объектов, да, получается, у нас, опять же, мы, к примеру, создали какой-то монолит, и нам надо обрабатывать в параллеле что-то, да. Что мы делаем? Мы слушаем какие-то запросы, пишем какой-то код, который в итоге на запросы реагирует и создает кучу объектов для того, чтобы их обработать. Мы управляем этим. В случае с эктор-моделью мы этим не занимаемся, мы только подземляем объекты, они так же создаются, их так же там, в зависимости от количества экторов, их много создается, и они внутри себя хранят состояние, и все это менеджится сервис-фабриком, нам не надо этим управлять. Но в случае, когда мы говорим о монолите, эти объекты создаются, и потом с коллектором убираются. Есть там такая тема гарберс-коллектора, он подчищает экторы, но тут есть такая штука важная, что он экторы подчищает, удаляет инстансы, удаляет их состояние из оперативки, но, насколько я помню, на данный момент он не удаляет реплицируемое состояние с дисков. То есть, с оперативки он все почистил, инстансы почистил, а на дисках осталось. Я вот не помню, вроде бы они что-то в последних релизах добавили, что позволяет, да, точно, добавили API, который позволяет удалить эктор вообще, в принципе. То есть, грубо говоря, кейс, у нас есть юзер менеджмент системы, у нас юзер это эктор, да, у нас юзер там новый пришел в систему, у нас там для него эктор есть, потом мы его удалили и надо почистить тоже за ним все. И вот в этом случае мы можем вызвать принудительное удаление всех ресурсов, которые занимались эктором, вплоть, в связи с винчестеров и так далее. А так вообще этот кластер он будет подчищать, кроме диска. И второй вопрос, как насчет бэкапа данных? Хороший вопрос. С релайбл сервисами не добавили, возможно, бэкапирование данных и восстановление, если не ошибаюсь, состояния, но с экторами пока нет. ну то есть мы можем куда-то к себе сгрузить состояние, потом откуда-то восстановить. Если, но с другой стороны, когда мы говорим о состоянии вообще в принципе сервис фабрике, то он все это дело бэкапирует и создает, сохраняет на диск, И когда у нас инстанс упал и нам надо такой же поднять, он это состояние из диска потянет, так? Но, к примеру, может быть кейс, когда нам это состояние куда-то экспортнуть. Вот тут эта поддержка есть еще для релайбл сервиса не добавили посадить в релизах. Активники, давайте побольше вопросов. Давайте. Нет, следующего. Окей. Если я правильно понял, то получается эктор, один эктор, это один девайс, да? Один инстанс эктора, один девайс. Я уже не знаю. Окей. Ну, а вокруг типа этера, это процесс. Вот. И вот уже инстасектор, они сдаются в рамках и используют ресурсы в рамках. А скажите, есть ли георепликация... Извините, кто... Ага. Георепликация есть для фабрика? О, хороший вопрос. Пока нет. Пока нет. Но опять же, планы есть, все будет. Спасибо. в свое время. Насколько я помню, на данный момент нету репликации, чтобы прям кросс-дата-центр делать. А на какую нагрузку рассчитана система? На любую. На любую? Не, если я не ошибаюсь, мы вроде бы можем создавать... Вот честно, не вспомню, сколько мы можем создавать виртуалок в ноде. Может кто-то... Ой, не в ноде, а в кластере. Может кто-то знает, помнит эти цифры, нет? Очень много. Вроде бы до 10 тысяч мы можем виртуалок поднимать в кластере и все это будет автоматом везде. На все возможные вычисленные ресурсы масштабироваться. Но точную цифру не вспомню. Лучше посмотреть вам в одном из ресурсов, примерно на Мездене. Ну то есть мы можем добавлять сколько нам угодно. А в случае с Azure там используется для хостинга виртуалок VS Callset, что позволяет еще настраивать автомасштабирование виртуалок. В зависимости от определенных условий. Потому что раньше пока не было Скалсетов, мы не могли автоматом настроить что-то на портале, чтобы автомат виртуалки поднялись, только свой функционал над всем этим строить. Можно чуть подробнее в самом начале презентации был слайд об отсутствии вендерлока. Каким образом? Отсутствие чего? Ну вендерлок на Azure непосредственно. То, что мы можем это разворачивать в разных, ну в частном облаке, в других облаках. Отсутствие? Ну да. Наоборот, присутствие. Что присутствие? Либо я, возможно, что-то не понял. Это утром было во время киноутра. Расинхрон пошел, да? Ну, по сути... Мы сервис фабрик. Я могу себя локально на компе запустить. Это все будет один в один. Только ноды, они будут эмулироваться процессами. Мы можем захочеть в Azure, будет работать на свои, на свои вычислители, на свою стойку с Windows серверами. В будущем на Linux. Но сейчас на Linux правит превью, ну то есть на машинах с Linux. И там не весь москанал доступен. То есть мы по сути можем к кому-то провайдеру захочется, к себе в дата-центр, либо в Azure. Это вот будет в будущем полностью поддерживать. Сейчас они для Windows сервера почти готовые сделали, для машин на Linux пока сыроватые. Хорошо. Что на Linux? Чего нет важного на Linux из того, что уже присутствует? Я не вспомню так. Это надо лучше открыть превью того, что сделать для Linux и почитать. Планируется все на Linux все это повторить на Linux? Функционал, да, да, да. На данном этапе очень суровое. Буквально прочитал пару статей и как-то прочитал, сделал вывод и забыл. Слушай, вообще там пока ничего не разворачивается. Почему? Можно поиграться, попробовать. без продакшена. А? Нет, нет, без продакшена сто процентов, да. В случае с Windows сервером можно начинать, если проект долгоиграющий, да, сконтактишься с Microsoft и возможно они там по определенным привилегиям дадут какую-то более конкретную информацию, когда с Windows серверами будет закончено, да. Если эта информация будет коррелировать с дедлайнами проекта либо с планами проекта, то можно начинать это делать, так, в случае, если продакшен будет, ну, вот не через месяц, да, вот. Так вот можно делать. Но с Linux там очень сыровато все. Хорошо. Такой еще вопрос по поводу баз, да, там вот, скажем, микросоюз не для всех сценариев подходит, да, но в то же время Microsoft не развивает клауд-сервисов, мы видим, что ARM не поддерживает клауд-сервисы и как-то там около года этот тикет за форси. Поддерживают? Поддерживают? Не полностью поддерживают. А что не поддерживают? Поделитесь информацией, пожалуйста, на аудитории. там нельзя заплатить клауд-сервису. Нельзя? Можно? Что-то можно. Ну, можем отдельно усадить по файне. Окей. Ну, то есть будет ли какое-то дальнейшее развитие клауд-сервису? Все. На самом деле хороший вопрос. Я о нем часто задумался. Всему есть свои цели и правильное использование. К примеру, ап-сервисы, так? Делаем мы приложение какое-то, нам не надо лезть в инфраструктуру, где-то все хостится. Мы можем на портале либо с помощью повышен скриптов настроить политики автомасштабирования, какие нам надо и нам не надо изсталить какие-то соцпайти-агенты либо сервисы на хостинг-платформу об-сервисах. Это подойдет. Так? И плюс быстро поднимается. Если нам надо первое, к примеру, создать какие-то кастом-перформанс метрики, которые заинсталить на виртуалке, где класс сервисы хостятся, и нам надо, к примеру, на основе этой метрики ее, к примеру, первое куда-то отправлять, а второе, возможно, настроить, чтобы автомасштабирование по-не работало. Либо есть, когда у нас есть легоси-приложение, которое мы не собираемся прямо сейчас переписывать, но оно ложится на клауд-сервисы, но нам надо заинсталить какие-то там соцпати-компоненты, которые должны быть сновлены на операционную систему. Тут клауд-сервисы, да? А если вообще просто взять инфраструктуру из дата-центра своего и просто тупо перенести в Azure? Конечно же виртуалки надо рассматривать. тата-грай, которую я для себя провел, вот, и много с кем на самом деле обсуждал, вот, и вот вот это такое вот агрегированная краткая информация, вот куча обсуждений и размышлений. Когда что использовать? Вот, а клауд-сервисы не развиваются, ну, это как-то тоже такой момент, все развивается, просто приоритеты меняются. И все для своих целей, ну, то есть для определенных целей под конкретную ситуацию проекта. Ресурс-менеджер поддерживает. Разные модели сейчас. Там нельзя, он, наверное, про старый клауд, про классик, нельзя создать. Для того, чтобы мигрировать в классик на ARM, надо поделать что-нибудь, да? Это согласен, да? Но захочетесь можно. Там просто разные идут разные модели контейнеризации клауд-сервисов клуб-инстансов. Вот, и поэтому тут как бы надо по-другому делать. Там же соцгруппы, а там у нас уже чуть-чуть по-другому да, то есть виталак и так далее. Вот. Ну, то есть контейнеризация не единственное согласилось. Может быть вообще какие-то вопросы по Azure есть? Можете спросить, как дела? Ноки. Говорят, можно, есть набор инструментов, позволяющих развернуть как бы Azure у себя локально где-то в сети. Azure Stack? Да, Azure Stack. Вот, есть ли в этом Azure Stack, который можно развернуть локально, Azure Service Fabric? как я уже говорю, для операционных систем Windows Server. Я не знаю, является ли это частью Azure Stack, но для сервиса фабрика, если не ошибаюсь, скачиваются определенные инсталляшки, которые разворачивают инфраструктуру для сервиса фабрика на ваших Windows Server, на виртуалках, которые используют Windows Server либо Linux. Насколько я помню, это не часть Azure Stack, но я могу тут ошибиться, поэтому можете добыть информацию. Но насколько я помню, скачиваются отдельные инсталляшки, они разворачивают системные сервисы, которые обеспечивают все эти фиши фабрика и они... Но тут такая фишка еще, что когда мы используем сервис фабрик Azure, нам надо создать кластеры разных типов нот и из определенного количества инстасов и так далее. автоматом создаются виртуалки, автоматом создаются вяжем, настраиваются нитворк между ними, вся вот эта штука балансер ставится снаружи. Это что делается автоматно. В случае если мы на своей инфраструктуре это делаем, то тут такой момент, что нам надо самим инфраструктуру создать, а потом туда положить инсталляшки и оно все поднастроить. Вот такой момент. Там инфраструктура автоматически все управляется, тут надо ручками ее настроить, и автомасштабировать не будет я насколько помню, локальная инсталляция Azure Service Fubrica она эмулирует тем, что вот эти процессы, которые хостят сервисы. Это процессы и есть. Получается инсталляция этого процесса на одном отдельном сервисе и connect его к оркестратору и есть создание одной ноды к кластеру. но ее надо, чтобы кто-то добавил. Поэтому Azure это делает, уже позволяет. А тут надо вставить какую-то рядом штучку, которую будем добавлять или удалять. Дополняй крестатору. Возможно, потом дозревать. А что я чехол дождущик? Да, да, да. Студенту нормально. Студенту, да. Окей. Еще вопросы? А сколько у нас времени? Есть еще? Нет? Две-три минуты. Две-три минуты. Хотел спросить насчет данных, которые в Stateful сервисе находятся. Для того, чтобы сделать какую-то бэкап, аналитику, дополнительную работу с этими данными, нужно экстрактить из сервиса? Или есть какая-то возможность работать с ними прямо там? Какую аналитику? Power BI нужно. Аналитику, бизнес-аналитику, либо инфраструктурные логи? И то, и то. Случаи с инфраструктурными логами самого кластера, логами, которые возникают, дебаги, и так далее, вот это все. Есть extension point, сервис в фабрике, где мы можем заменить их компонент, а их компонент, вроде бы, насколько я помню, это один из Stateful сервисов, которые масштабируются в кластере, и он в свое состояние сохраняет эти логи, можем их просмотреть, но оно не бесконечно. Но есть point, куда мы можем подсунуть свою реализацию, насколько я помню, можем настроить тот же Elasticsearch, и все в него будет уходить сверху, типа настроить, все визуализировать. Это касательно инфраструктурных. А касательно бизнес, но опять же, свой логер, который куда-то будет слать тот же Event Hub и поставить рядом Stream Analytics, который это будет делать, преграгировать, куда-то положить, сверху ставить Power BI, и он будет работать. Понятно. Тоже те же подходы. Вы использовали Hybrid Connection? А? Вы использовали Hybrid Connection? Сейчас рассматривали на проекте как альтернативу. У нас сейчас на проекте немного про проекта, на котором я сейчас работаю. Он американский, связан с проплатами и всякими и так далее. Идея в том, что, вернее, ситуация в чем, что это Legacy-приложение, которое на данный момент в Rackspace хостится. Вот. И руководство приняло постепенно свои продукты в Azure переводить. Вот. И на данном этапе мы этот проект переделаем. То есть мы не топ один к одному переносим, а берем кусок функционала, делаем новую архитектуру и реализуем. И в данной ситуации у нас сложилась такая ситуация, что часть системы она будет ходить в Rackspace какое-то время, например, три года пока все не мигрирует, а часть в Azure. И база данных пока что, основная, там такая, монолитная, здоровая, она лежит в Rackspace. И нам надо как-то эти данные оттуда вытягивать. Вот тут один из вариантов, который мы рассматривали это Hybrid Connection. Вот и они тут ложатся. А что конкретно? По перформансу есть? А? По перформансу есть какая-то вообще информация? Если вытягивать просто открывать Connection SQL Server с какого-то дата-центра, так, и в него стучаться, то ясно, что все эти запросы они будут проходить через DNS-лукапы. Так? В случае с Hybrid Connection это по сути VPN-ы, которые не помню, как на системном уровне работают, но они позволяют Point-to-point делать соединения, в обход DNS-лукапов соответственно перформанс как бы сохраняется, нежели выкидывать этот вот Connection Stream. И плюс, если я не ошибаюсь, там можно устраивать как бы только входящий работает трафик либо и туда, и туда. Вот этот момент вроде бы да. Вот такая информация. А в Service Fabric в Service Fabric по ходу что там микросервис это по сути один асинхронный метод, правильно? В объекте? Нет. Нет? Нет. Мы определяем с Reliable Service либо векторами. Хотя не важно. И там и там мы определяем интерфейс с асинхронными методами, к которым дальше стучимся. А как тестить эти сервисы? То есть один сервис общается с другим, то есть надо другой как-то подменить или как это работает? Предоставляет SDK и кластер возможность смочить некоторые сервисы и типа пробовать даже тестировать стресс-тестирование производить, когда один сервисов недоступен и типа должна система как-то отреагировать на это так, чтобы Reliable была ну система, так? Вот это можно такое делать. Я не пробовал играть такое на нежне. Я серьезно крутая штука, но не пробовал. Мы крутая. То есть мы это умолировать можем. Не знаю, есть ли там подводные камни не пробовал на практике. Всем спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ И все? Субтитры создавал DimaTorzok